Арктика и Антарктика Два ледяных полюса, занимающие более одной шестой площади нашей планеты. Долгое время Арктику считали мертвой землей, недоступной и непроходимой. Хотя суши на Северном полюсе практически отсутствуют, только океан, покрытый льдом. С 11 века русские рыбаки и торговцы исследовали эти территории, но карта мира еще была полна белых пятен. Мореход Семен Дежнев был первым, кто доплыл до крайней точки Евразии. До этого люди не знали, что Азия и Америка разделены проливом. 80 лет спустя этот пролив переоткрыл Витус Беринг, капитан-командор российского императорского флота, в честь которого пролив и получил свое название. А в честь Дежнева назван мыс, самая восточная точка Евразийского материка. Технический прогресс позволил прокладывать маршруты в Арктике и сквозь лед и по воздуху. Таймыр и Вайгач впервые проложили маршрут вдоль всего российского побережья Северного Ледовитого океана и открыли Северный морской путь. Первая в мире дрейфующая полярная станция Северный полюс-1. Слово «полярник» стало символом мужества и героизма. Летчик-испытатель Валерий Чкалов совершил первый беспосадочный перелет из Москвы в Америку. Через 40 лет, в 1977 году, советский атомный ледокол «Арктика» впервые достиг Северного полюса в надводном плавании. Сейчас Россия — единственная страна с атомным ледокольным флотом. Однако за последние сто лет человечество необратимо повлияло на климат Земли и состояние Арктики. В 2007 году впервые в истории ото льда освободился Северо-Западный морской проход. Ученые считают, что в 21 веке арктические льды могут полностью растаять. Южный полюс оставался самым дальним неисследованным местом планеты, последним материком, на который еще не ступал человек. Ученые предсказывали существование Южного континента, но экспедиции туда были сложным и опасным предприятием. Первой в прибрежные воды Антарктиды вошла русская кругосветная экспедиция Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Встретили матерый лед чрезвычайной высоты. Простирался он и так далеко, как могло только достигнуть зрения. Всего на два дня позже берега Антарктиды увидел британский капитан Эдвард Брансфилл. А через полгода американские китобои со шхуны Сесилия первыми ступили на ее землю. Чуть больше века спустя здесь появится первая советская антарктическая полярная станция «Мирный». С нее началось исследование Антарктиды советскими учеными. Во время второй антарктической экспедиции советские полярники отправились вглубь материка навстречу неизведанному. Переход стал настоящим подвигом. Люди и техника работали на пределе возможного. Из-за страшного холода топливо в бочках замерзало. Чтобы заправиться, их приходилось поджигать. Преодолев более 1400 километров, в декабре 1957 года полярники основали станцию «Восток». Именно здесь была зарегистрирована самая низкая температура на планете. За 60 лет станция почти полностью ушла под снег и сильно износилась. Сейчас в России строят новый арктический комплекс, который должен заменить устаревшие помещения станции. Одно из крупнейших географических открытий 20 века — подледное озеро «Восток». Оно находится под ледяным пластом толщиной почти в 4 километра. На протяжении миллионов лет оно было изолировано от окружающего мира. В нем могут обитать уникальные живые организмы. Изучение жизни в озере «Восток» — важный шаг на пути исследования внеземных подледных океанов, какие есть на спутниках Юпитера и Сатурна. Благодаря смелости полярников и других первопроходцев мы знаем, насколько наша планета уникальна. Однажды смелости тяга к неизведанному приведут нас и к другим мирам, которые ждут своих исследователей. Субтитры создавал DimaTorzok